...логика игры была на блокчейне. В этом треке у нас было три команды. В каком порядке они будут выступать? S1, первая команда. Вторая, GAMITY. Третья, TOTALITY. О, нет, вру. У нас еще была четвертая команда. Консенсус по неволе. Итак, первая команда S1. Приглашаем вас на сцену. Давайте поаплодируем по-громче! Пошумим! 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 Наш проект называется BACEDON. Это протокол для децентрализованных игр на Waze. BACEDON основан на технологии Lightning Network, что позволяет не хранить промежуточные транзакции игр в блокчейне. Наша команда — это я. Я полученый разработчик в GNS Vision. Компания входит в топ-15% по капитализации криптовалют. И мой напарник, Светослав, он работал в таких крупных компаниях, как IBM и Google. Давайте перейдем к видео и перейдемся. На видео мы сделали прототип Blackjack'а на нашем протоколе. То есть, тут будут показаны где-то три игры в Blackjack, ставка, балансы с игрока и казино указано в Waze. Я тут совершаю действия, беру карты, либо перестаю их брать. И вы видите, смотрите, как меняется баланс. Транзакции не кладутся в блокчейн. Но когда я на видео покажу, что я хочу закрыть канал, вы увидите, что появятся две только транзакции в блокчейне из трех игр. Одна — дата транзакция, которая говорит, когда можно разблокировать масс-трансфер транзакшн. Ну и вторая — это масс-трансфер транзакшн, которая вернет количество денег мне и казино, которое было в конце подписано нами. Да, у нас есть некая архитектура, по которой строится рандом. Давайте сейчас досмотрим видео. Мы обновляем и появились... Вот появилась дата транзакция и масс-трансфер транзакшн. Давайте вернемся. Как мы организуем рандом между двумя пользователями? Вначале игрок и дилер договариваются об общем хэше. Неважно, это может быть... Они могут предложить два хэша, заксолить их. Неважно, как они это сделали. Они согласились в каком-то общем хэше, подписали этот хэш. Дальше они создают индивидуальный хэш, каждый для себя. Они берут рандомную соль. Соль они не скрывают до конца игры. Хэшируют сумму хэша и соли. Это набор карт. Хэшируют второй раз и передают друг другу, чтобы в конце игры можно было оценить честность партнера. Далее отправляются друг к другу рандомные числа. Рандомные числа — это некий порядок, порядковый номер байта, байтов в этом хэше. Этот порядок байтов означает какую-то конкретную карту, какую-то масть. В конце партии они раскрывают друг другу соли. И тогда можно оценить, насколько была честная игра. Если кто-то из них не раскрыл соль, то вторая сторона может отправить запрос в смарт-контракт и получить, либо получить деньги у второй стороны, либо вторая сторона предоставить настоящую соль. На этом я тебе прививу, к сожалению, потому что время закончилось. Жули, у вас есть вопросы? У меня вопрос, как вы решили проблему, если два игрока вытащат одинаковые карты? Мы, если два игрока вытащили одинаковые карты, то второй игрок, когда вытаскивает одинаковую карту, то берется следующий порядковый номер, чтобы эта карта не повторялась. Если карта так же повторяется, то берется следующий порядковый номер в хэше. То есть мы это делаем до сих пор, пока не найдем карты, которая не повторялась. На карте повторится карта, ну, 7 карт за парт, 8 карт, то есть вероятность маленькая, что придется весь хэш, и не найдется никакой карты. Как при конфликте, как резолвить при конфликте? Допустим, я не предоставил хэш, как это резолвуется? В смарт-контракт можно отправить дата-транзакцию с неким параметром, в параметре есть кей-метод, и можно указать, допустим, дилер, скажи мне соль. Эта транзакция отправляется в блокчейн, дальше у дилера есть некоторое ограниченное количество блоков, чтобы рассказать соль. И при том, что соль в контракте валидируется, если хэш был придуманный просто ниоткуда, нет никакой соли, ну, это можно будет проверить, взяв, кому он хэш, и плюс соль. И если дилер не может предоставить свою соль, то деньги дилера уходят полностью у игроков. Все деньги, которые были в канале, они уходят у игроков. Два вопроса. Ты сказал Lightning Network. Я так понимаю, нетворка здесь нет, просто оффлайн-генерация транзакции. Тут, да, тут, как сказать, мы сделали, скажем так, часть peer-to-peer, скажем так, описали, как нужно взаимодействовать двум пользователям. В будущем понятно, что это надо расширять и делать, чтобы это было не два, не один канал между другом, а связь между каналами. Второй вопрос, достаточно короткий. Как вы, вот, Lightning, если кто-то закинул транзакцию, которая не последняя, там есть механизм наказания. Вы смогли реализовать механизм наказания здесь? Да, у нас, вот, которые, вот, две транзакции при закрытии канала отправляются. Это первая транзакция, это data transaction с номером блока, последние игры, то есть за каждую, каждую игру увеличим номер блока. И если отправить транзакцию в предыдущий номер блока, то мы не сможем ее провести. То есть там реализована логика. Вроде более-менее понятно, да. Основная игра во времени блока. Ну, получается, да, одна игра за блок, получается. Нет, 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 не одна игра за блок. Блок. Мы искусственно блок увеличиваем, но отправляем последний номер блока только в момент закрытия канала. После которого можно будет разблокировать масс-транфер транзакшн. То есть, играя там в 100 игр, мы через 100 блоков сможем разблокировать транзакцию. Но мы эти все 100 игр не отправляем в блокчейн, мы отправляем только в последнее состояние канала. В целом понятно, да, более-менее понятно. Просто постерилизовано или что-то еще осталось недоделано? Недоделано? Ну, осталось недоделано логиками связи между каналами. Сейчас это некий прототип, где мы управляем подписями и показано, как нужно это делать, скажем так. На данный момент, скажем так, это не супер децентрализованно, но сам протокол децентрализованный. То есть, если сделать децентрализованную ноду, децентрализованные каналы, то с такой лыкой это все будет работать. Смарт-контрафик, ну, как бы, и вся лыка в нем децентрализована. Нет там никаких валидаторов и так далее. А как вы видите децентрализованную? Что? Давайте без вопросов из зала, пожалуйста. Правило было такое. Поэтому спасибо большое, команда S1. Давайте поаплодируем. Следующая команда, GAMETI, приглашаем на сцену. А, пока они идут. Я услышал, давайте, давайте, выходите. Когда слово Blackjack было произнесено, я услышал такой смешочек в зале. Чем это было вызвано, мне интересно. У кого какие ассоциации пошли? А, да, окей, ладно, все. Давайте, выходите. Моя налогия, я много. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Святослав, капитан команды GAMETI, автор нашей игры Ship on the Waves и ее технический архитектор. С нами также Дима. Он помогал с прототипом игры, а также помог объединить блокчейн с фронтендом. Валера написал фронтенд, создал на нем механику движения кораблей на фазе GS. И Даша, она делала вместе с Андреем нам презентацию и писала смарт-на-транф. Про саму идею игры. Сейчас есть много различных игр. Это игры на коллекционных механиках, криптокотята, их аналоги, азартные игры. Но мы решили создать нечто совершенно новое. Мы решили сделать на блокчейне стратегию реального времени. И пару слов еще про бэкэнд. Мы считаем, что бэкэнд это вообще зло. Бэкэнд всегда под контроль администрации, поэтому лучшее качество бэкэнд, на наш взгляд, когда его нет у нас. Дима. Вейс быстрее эфира, транзакции выходят за 3 секунды, вместо 13. Именно это дает нам возможность делать стратегии реального времени. Мы смотрели различные жанры и остановились на стратегиях. И именно не на пошаговых стратегиях, а на стратегиях реального времени, потому что это совершенно открытая ниша, и у нас там большие возможности. Механика кораблей позволяет это использовать, потому что движение кораблей может быть не таким уж большим, а транзакции как раз не будут влиять на сам геймплей. Расскажу, как игра работает. Игрок кликает мышкой на волны, и корабль отправляется в путь. Транзакция идет сначала к смарт-контракту, который проверяет ее, отсекает все этические транзакции, отсекает все транзакции, которые не проходят по правилам нашей игры. Это слишком быстрые корабли и подобные. А все верные транзакции, они проходят дальше и записываются в дату в блокчейне. Там записывается конечная точка маршрута корабля. После этого она попадает к фронтенду, и корабль отправляется в путь. Показано, как плохие транзакции севаются. Слайд, слайд еще. А вот здесь фронтенд получает данные о своей конечной точке маршрута и начинает движение. Мы вычисляем на основании начальной точки маршрута, конечной текущего начального и конечного времени этой траектории, он в течение секундок 40 постепенно движется от старта к финишу. Для верного зачисления депозитов и начисления награждения мы решили использовать архитектуру конечных автоматов. То есть жесткое связывание переходов между состояниями обеспечивает нам безопасность, а также это интуитивно понятно для пользователей. И наш контракт, получается, проверяет все транзакции на валидность и отсекает любое читерство. Например, когда корабль пытается депортировать или же взорвать фражеское судно, не столкнувшись с ним. Буквально пару слов о том, что мы довольно серьезно верим в эту идею. И если говорить о выводе на рынок, то такой грант, когда-то как World of Warships, всем нам известный создатель Wargaming, имел в лучшее время миллион пользователей. В онлайне было 250 тысяч человек. Мы думаем, что централизованная модель фри-то-плей, она уже безнадежно устарела, поэтому конверсии там просто никакой нет. Заработка там никакого нет. Так как времени немного, у нас Play and Get Paid есть модель. Мы готовы вам рассказать об этом. И думаем, что она позволит отобрать одну двадцатую, всей аудитории вот этой вот игры, в игру под названием «Корабли на волнах». А теперь мы поставим видео. И в рамках этого видео, надеюсь, оно включится. Есть лусточка, можно чуть потише ее сделать. Epic Battle. Обратите внимание, значит, следующими выступает команда Explode. Я надеюсь, вы узнали свой логотип вот здесь. Она атакует корабль команды 30s. Значит, и происходит баталия в онлайне. Сейчас смотрите, что произойдет. Это все было написано реально сегодня. Значит, так как у нас буквально осталось еще 30 секунд, я пару слов скажу о команде и скажу от нас спасибо. Да, Слав, подальше отойди немножко. Это не первый наш катон, но большой вам реально поклон за организацию всего этого, потому что наконец-то к играм обратились, наконец-то на игры обратили внимание. Поэтому мы надеемся, что вы будете серьезно заниматься этим направлением и готовы в этом помогать все часы. Сейчас там будет взрыв, вот взрыв. Вот, большое спасибо. Я так и не понял, ты действительно утонул или нет? Нет, они не подтопляют. Все, спасибо большое. Спасибо. Так, кликер, спасибо. Так, вопросы от Жей. Да, ребят, вы дискретно как доходите к координатам кораблей или как чуть-чуть побольше технических подробностей? А, вы храним начальную точку корабля и конечную. Там обычно разница 50 секунд, а фронтенд просто вычисляет траекторию движения и просто отображает. То есть корабль плывет, движется, но никакие данные не меняются. А в тот момент, когда выбирается новый маршрут, в любой момент там может быть сделано, игрок может в любой момент кликнуть, тогда данные пересчитаны, тогда они пересчитываются заново, и корабль поворачивается и плывет в другом направлении, как только транзакция попадет в блокчейн. А стрельба как происходит? Пока стрельбу мы еще не успели сделать в рамках катона, но у нас пока более простая механика. Один корабль – жертва, другой – пират. Первый должен догнать второй корабль, если он не успевает за несколько минут сделать, то значит второй победил. Но мы планируем сделать там баталии, торпеды, большое количество кораблей разного размера, кораблями с танками экспериментировать. А еще идеологический аспект, то есть за счет чего или что именно применение блокчейна дает здесь? Применение блокчейна. Ну, во-первых, это новая механика игры на блокчейне. Блокчейн здесь дает полную прозрачность, игра вся децентрализованная, бэкэнда нет, нет вредного влияния администрации. Например, World of Tanks, который делал World of Warship, они нерфят какие-то танки, уменьшают их способности, игрокам это не нравится. А у нас это все невозможно. Игра общая, децентрализованная, доступная всем. Это надежность, отсутствие контроля. То есть все преимущества децентрализации. Смотрите, еще там есть механики, Core Drive, так называемые, значит, котяток. Мы все знаем только Collectables использовать. Значит, здесь уже даже за эти два дня мы подумали о том, что можно добавлять элементы скинов в корабли. То есть вот эти вот элементы, да, там, логотипы шутливые. Просто у нас то, что было, мы взяли. Это еще одна механика. Третья механика – это чат игроков между собой. Поэтому скорость блокчейна Waves, она позволяет использовать вот эти вещи. Все их хранят в блокчейне тоже, понимаешь? То есть если ты в чате, там, да, там, кого-то обвинил, там, тебя там, двухтысячный игрок обвинил в некорректном поведении, когда это записано в блокчейн, вот эта вот маленькая транзакция, то уже нельзя будет ее затереть, там, и так далее. Это как еще один аргумент. Вот, мы можем много продолжать. Мы, как бы, геймеры… Да я предлагаю заканчиваться. Спасибо. Можно еще вопрос? А, по-моему, скалабилити, вот вы написали там миллион человек, например, или что? Я, что вот вы думаете про… Ну, как, как мешать? Можно даже перефразировать? Миллион человек не одновременно. Но, как бы, если будет много играть, то есть скалабилити, куда будет вот двигаться эта идея? Ну, я думаю, что скейл… Давай, давай, про скейл убиваются слабо, да? Да, будет разное количество игровых полей, например, как Warships, World of Tanks, там, 10, например, танков World of Tanks убиваются на одном поле. То есть у нас будет какие-то сервера, и какое-то количество игроков пока что ограничено. В будущем, может быть, мы перенесем эту игру, сделаем это сразу на большом количестве контрактов, на 10, на 20. Так как можно вейс с разных контрактов передать, взаимодействовать. Все, спасибо большое. Команда Геймити поаплодируем еще раз. Я уже не знаю, кого я хочу топить. Кого бы затопили? Эфир? Эфир, эфир, да. Да, окей, ладно, договорились. Ладно. Мне кажется, многие уже немножко подустали, да? Или все такие в напряжении, сейчас наша очередь, коленки трясутся. Кто меня слышит, поднимите, пожалуйста, руки. Кто меня слышит, поднимите, пожалуйста, не зикуйте, пожалуйста, руки поднимите. Так, ладно. Давайте закончим с треком Геймс. Третья... Еще у нас две команды осталось. Третья команда, Тоталити, приглашаю на сцену. Добрый вечер, команда Тоталити. Меня зовут Владислав, это Федор. Там еще сидит Антон за пультом. В общем, мы взяли такую проблемку и решили ее геймфицировать. Многие люди хотят заняться спортом, но у них постоянно бывают какие-то отмазки. Там, я сегодня не могу, начну с понедельника, у меня много работы, ну вот хочу как бы, и мне не с кем начать. В общем, мы придумали приложение, которое поможет найти партнеров для занятия спортом и зарабатывать на этом. Есть несколько сценариев, как это мы продумали. Первый сценарий. Ты находишься партнера, и вы договариваетесь вместе бегать, вы ставите себе цели. Допустим, хочу пробежать там 5 километров, и другой ставит, и вы назначаете себе цену слова. Вы ложите в банк сумму в вейсах, в залог. Если вы ее выполняете, оба эту цель, вы забираете свои деньги, и плюс еще получаете бонус сверху, о котором я расскажу чуть позже. Второй вариант. Твой партнер слился, ты выполнил, ты возвращаешь себе ноль, то есть свою сумму. Второй просто теряет свои деньги. Третий вариант. Никто не выполнил, они все свои деньги теряют. И, собственно, из тех, кто не выполнил свои цели, формируется выигрышный банк, который потом пропорционально распределяется сумме вложенных цены слова. И с учетом также коэффициента ачивок некоторых. Например, чем чаще ты заходишь в приложение, чем больше достигаешь целей, тем выше твой рейтинг. Не презентация. Коэффициент. Второй сценарий – это простое пари. Ты бросаешь вызов человеку, вы вставите в айфс. Кто добежал первый, тот и выиграл. Собственно, решение можешь запустить? Покликать. Собственно, мы заходим в приложение, ищем партнера. Вот, кликаем, отправляем вам приглашение. Он принимает. Вы договоритесь в чатике, где встретиться. Ты бросаешь ему вызов. Давай за вставку. Ставишь, собственно, цели и сумму. Подтверждаете. Вы встречаетесь. Нажимаете старт. Ты нажал, он нажал. Завершили. Нажали стоп. И, собственно, у нас выводятся победители. Они подтверждают, согласны или нет с результатами. Завершаем. И нам на счет падают деньги. У кого-то снимается. Также есть продуманы другие функции. Можешь найти на карте пользователей. Можешь... Что там у нас еще? А, рейтинг юзеров, которые... Топ юзеров найти лучших. Можешь переписываться с ними, добавлять друзья. Можешь... Мы продумали также о том, что будет магазин, на которые ты можешь заработанные вейвс потратить на брендовые вещи, там, за парнями, с каким-нибудь ави-босс. Вот. И... Также отслеживать свою активность, наблюдать статистику. В общем, такое решение, которое позволит мотивировать людей заниматься спортом. Здесь заложено несколько мотиваций. Во-первых, это деньги. Ты либо заработаешь, либо страх потерять его. Во-вторых, комьюнити. Ты можешь найти себе партнера. Ну и третий, азарт двух соревнований. Ну, про выход на рынок. Что у нас? К сожалению, у нас время закончилось, поэтому... Давайте вот придем к вопросам. Расскажите, как происходит взаимодействие с внешним миром? Откуда у блокчейн информация о том, кто первый прибежал, кто пробежал, сколько и так далее? Ну, мы считываем GPS-трек, считываем информацию. Кроме того, когда вы, допустим, завершили забег, у вас с нашего сервера приходит информация, кто первый, кто второй. И пользователь должен согласиться с этим или нет. То есть, если они оба соглашаются, подтверждают, что результат верный, то, собственно, распределение происходит согласно смарт-контракту. Если они не соглашаются, короче, там, то у нас тогда возникает такой механизм апелляции, когда ты можешь... Мы загадываем этот кейс другим юзерам, и они рассуживают, короче, кто прав, кто виноват. А применение IoT в этом аспекте вы как-то рассматривали? Какие-нибудь браслеты умные или еще что-то подключенное к блокчейну? К блокчейну мы пока не думали об этом. Пока мы за мобилку думали. А как происходит взаимодействие своих блокчейнеров непосредственно? То есть, вы просто даете адрес, куда надо послать деньги, и на приложение происходит. Под каждый ивент создается свой дешелек, и, ну да, еще параллельно дешелек Ораку, в который будет отписываться от победителя, который утвержденный. И в дешелек ивент скидываются, собственно, все участники. Транзакция, трансфер, 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 трансфер участников, которые утверждают свои ставки. А сиды где хранятся? Ну, сид хранится, приложение или какое-то? КПК клиент? Клиент, собственно, привязан к дешелеку. А хранится? Я так понимаю, в мобильном приложении есть сид? Да, в мобильном приложении. Окей. Все, если вопросов больше нет, спасибо компании Totality. Или есть еще что рассказать? Добавить. Кто спрашивал по поводу браслетов и прочего? Какие-то есть вопросы просто? В принципе, можно об этом. Ну, просто интересно, рассматриваю такой вариант, как это с вашего... Ну, как это может... Ребята хотят это развивать, короче. Просто на эту мысль и на этот счет какие-нибудь слова. Интеграцию можно произвести с какими-то последствиями, если у них есть АККС-дакан. Ну, то есть, если у них есть АККС-дакан. В общем, они не успели сделать на хакатоне, но они осматривают такой вариант. Окей. Все, спасибо большое. Команда Totality поаплодируем еще раз. Ну, и крайняя команда в треке Games. Консенсус по неволе. Приколажаем на сцену. Спасибо большое. Всем привет. Мы команда Консенсус по неволе и хотим... Куда делись все шрифты? Ну, ладно. Мы команда Консенсус по неволе и хотим вам представить нашу игру Debs. Она же Decentralized Pure Strategy. Она же Децентрализованная чистая стратегия. Наши команды это Владимир Полушин, Никита Крылов и я Александр Воронков. Давайте к сути. Что вообще такое Debs, про что это игра и почему она чистая стратегия? В чем правило игры? Есть карточки номиналом от 1 до 12. Есть колода наград. Она перемешана, никто как бы не знает, что в ней. У каждого из игроков, в нашем случае вот здесь нарисовано 2, есть также такая же колода с карточками от 1 до 12. Игра длица состоит из 12 раундов. На каждый раунд из колода призов достается одна карточка, у которой на 1 до 12 есть номинал. Далее каждый из игроков в закрытую кладет по какой-то одной карте. Когда как бы оба игрока положили по карте, раунд заканчивается, карты вскрываются, и тот, у кого карта больше, тот выигрывает приз. Как бы суть в том, чтобы за игру набрать большую сумму в призах. И как бы не будем долго томить, мы как бы сделали совершенно полноценный грузовый катон, который классно работает с вейвсом, где контракт, где все суперкруто. Давайте играть. А как можете, пожалуйста, кто там сидит, проиграть видос? Включите, пожалуйста, видео. Вот, да. Сначала у нас как бы вводится никнейм. Никнейм — это является ситом для генерации кошелька. После этого выбирается 12 карточек. Ну, как бы сейчас карточек всего 12, но потом как бы планируется забрать в игру декбилдинг, а можно будет собирать колоду из различных более интересных вариаций. Сейчас будет длинная и долгая загрузка. В этот момент, сейчас я когда буду рассказывать про архитектуру, я расскажу про это чуть подробнее. Там выполняется транзакция как раз на вейвсе, поэтому тут достаточно долго. И вот начинается сама игра. Вот это наша рука. Есть 12 карточек. Также представлены руки вот наших двух оппонентов. Здесь мы сделали вариант на трех игроков. Каждый ход вот из этой колоды с призами достается один приз. И как бы игроки разыгрывают карточки. И вот у каждого игрока есть очки. И как бы тот, кто выигрывает раунд, тот, кто по результатам раунда у кого наибольшая карта, тому как бы добавляются coins. На самом деле, как бы в этом вся суть игры, в этом одновременно такая глубокая стратегичность, и как бы в этом же одновременно ее простота, то, что, на правилах, супер простые. Вот. Теперь давайте к более интересному, к архитектуре. Верните, пожалуйста, на презентацию. Как оно работает изнутри. Давайте я какого-то быстрее, потому что это уже вышло. Вот. Есть как бы сервер, на котором есть часть игровой логики. Есть BSC. Что происходит сначала? Сначала игрок берет и отправляет свой адрес и как бы свою колоду карт на сервер. Сервер взамен на это генерирует некоторый номер сессии, его уникальный идентификатор, и отправляет обратно игроку. Затем игрок отправляет свой номер сессии и свои карточки в блокчейн Waves. Поскольку каждая карточка — это как бы смарт-ассет, то Waves Chain, во-первых, проверяет, что у игрока в принципе есть такие карточки, что он имеет право ими играть. И, во-вторых, как бы он подписывает, как бы сохраняет то, что вот этот вот игрок играет вот в этой сессии. Что происходит далее? Далее, как бы мы... Играть просто так неинтересно, поэтому как бы игроки делают ставки. Делается ставка, отправляется на смарт-аккаунт стейкхолдера, который является контрактом. После этого номер сессии, кто оплатил, как бы сама транзакция, сохраняется в стейкхолдере. После этого начинается непосредственно сама игра, которая идет в основном взаимодействии с сервером. И после того, как игра завершена, каждый из участников игры отправляет, как бы победителя, по своему мнению машины, отправляет победителя Waves Chain. После этого, как бы они приходят к соглашению, и победитель забирает свой приз, забирает ставки других игроков. Вот. Есть интересный план на будущее, потому что продолжать добавить турниры, добавить систему рангов, добавить, как вы видели, там есть просто карточки с 1 до 12, есть идея про то, что добавить карточки, которые будут иметь еще особые эффекты. Например, там карточка, которая 1, но как бы бьет там еще только, например, бьет 12. Вот. Также для этих карточек добавить децентрализованные лукбоксы, про которые так много говорят, аукционы, маркетплейсы, и все сопутствующее. Давайте на этом закончим. Жюри, вопрос? Можешь сказать, вот логика самой игры, она в контракте вся прописана? Нет. Давайте я скажу, я ее занимался, логика игры прописана на сервере. Ну, по решению было принято, потому что, ну, на нечуринг полном языке немного сложно проверять такую, ну, не то, что бы сложную логику, но довольно непростую. Поэтому было решение принято, что просто каждый игрок в конце сессии записывает победителя, ну, как он читает. И уже после этого смарт-аккаунт проверяет то, что двое из трех игроков поставили одного и двое же победителя, и он может забрать деньги. Ну, в будущем, конечно, можно привести логику проверки игры и на смарт-аккаунт на блокчейне. Мне кажется, что это вполне реально вот то, что вы указали, такую игру, можно даже сейчас. Ну, да, в рамках дуны просто... Ну, да, понятно. Окей. А откуда случайность берется? С сервера тоже? Да, да, сервер случайность. Только сервер. Ну, то есть, сервера, сервера, а что? Я вижу случайность вообще. А, вот у нас карта, да. Случайность спрямляется только в тасовании призов, какие на каждом раунде будут призы, и все. Ну, это только сервер. Сервер изначально, то есть, публикует хэш от перетасованной колоды на блокчейн, и все, и после этого как-то подтверждает, то, что он не помешивал. Ну, сейчас это никак не изомневается. Сейчас просто сервер... Правда? Сам-сам. Ну, да, это, конечно, тоже можно делать, публиковать на блокчейне, там, окей, тоже. Все, тогда, спасибо большое, консенсус по Неболе за классное название отдельно. Спасибо.